Всем привет, это Redmi Note 12 и сегодня поговорим о такой штуке как Always on Display, иногда называется, да, иногда это называется активный экран, в частности как у Xiaomi, можем зайти в настройки, активный экран и вы увидите, что он здесь есть, да, так как это AMOLED, причем не самый стыдный, здесь есть функция активного экрана, но обратите внимание, что она урезанная для того, чтобы сберечь AMOLED, чтобы он не выгорал в конкретных местах и пикселях, где чаще всего остается рабочим какая-то область. Нажимаем активный экран, как он работает, мы выбираем какой-то, например, экран, ну вот такой, нажимаем применить, выходим на рабочий стол и видим, что у нас активный экран работает, видны уведомления, виден заряд, видно какой сегодня день недели, число 24 мая и можно выбирать разный активный экран, какой вам заблагорассудится. Он есть, он работает, но он урезанный. Есть люди, которые, умельцы, расширяют возможности этой опции и делают так, что активный экран работает бесконечно, как на флагманах некоторых, как на других брендах, там у Samsung и так далее. Я не рекомендую этого делать, потому что современные экраны и современные оболочки, они друг по другу заточены. Если Xiaomi сделал урезанный Always On Display, скажем тогда, активный экран, то значит так нужно было. И если вы сделаете по-другому, то скорее всего вы будете потом страдать, потому что вы свой смартфон просто прожжете дисплей и сами будете мучиться, будет некрасиво, наляписто, хотя некоторые вообще не беспокоятся по этому поводу. И продать вам будет тяжело, потом этот смартфон, когда бушный будет и вы захотите продать, люди будут выбирать между нормальным экраном и выгоревшим. И конечно вы будете в пролете, поэтому не рекомендую пользоваться этой опцией. Если вам нужен полноценный активный экран, то ищите смартфоны, где он реализован полноценно. Вот так вот на Redmi Note 12 он есть, урезанный. Ну тут уже смотрите сами, будете пользоваться, не будете. Я кстати его отключаю, потому что мне эта опция, она мне наверное не нужна, потому что я часто довольно получаю уведомления и мне проще открыть смартфон, ответить там и так далее. Спасибо всем за внимание, кому интересно где купить этот смартфон по лучшей цене, ссылка в описании. Всем пока!